Всем привет, вы на канале СуперКит. Есть такая категория людей и сообществ, которые пытаются решить за остальных, как им удобнее жить. В такие регулярно записывается и YouTube. Сейчас у них возникла гениальная идея отключить дизлайки. Причем опция, которая позволяет скрыть лайки и дизлайки, и так существует, а нововведение будет скрывать принудительно дизлайки даже тем, кто не против их оставить на виду. Даже если у вас такая идея возникла, то ставьте право автору канала решить отображать или нет именно ему дизлайки, но нет. Для решения этого вопроса можно установить расширение как минимум во всех известных браузерах Google Chrome, Opera и Mozilla. Для этого прямо в поисковой строке вбиваем название расширения и название браузера. Устанавливаем и все готово. Аналогично это делается и в других браузерах. Как всегда подобное YouTube попытался объяснить в соответствующем видео про это, но сразу видно, что люди это не оценили. Хотя вряд ли они даже начнут делать какие-то выводы. Возможно им заплатили, ведь перед очередным Новым Годом они хотят все сделать так, чтобы ботокса не дизлайкали. Вот только придуманное расширение показывает дизлайки даже там, где они скрыты автором канала. И теперь из-за сокрытия лайков и дизлайков лайки по-прежнему не видно, а дизлайки видно все равно. А как вы будете оценивать ботоксного в этом году? Складывается ощущение, что все эти отделы по нововведениям давным-давно потеряли идеи этих самых нововведений. И поэтому начинают реализовывать, что попало, лишь бы показать вид их деятельности и загруженности. Потому что, понимая свою бесполезность, боятся быть выброшенными за забор. Вот только непонятно, почему руководство, за которым наверняка есть право последнего и решающего голоса, на это ведется. Не знаю кто как, но лично я пользуюсь сотней разных сайтов. Естественно, большинство из них это необходимость. Ну, потому что я не могу отказаться от использования интернет-банкинга, почты. Потому что интернет-магазины требуют регистрацию для последующего получения чека в электронном виде или для отслеживания товара, сбора баллов для дальнейших скидок и прочего. Это логично, потому что без регистрации можно только новости читать без права голоса. Так вот, среди этого перечня необходимых сайтов большинством каждый день мы не пользуемся. Это не имеет смысла. Как и то, чтобы постоянно тратить время на изучение этих сайтов. Новаторы и нововведенцы, которые тратят мое время на то, чтобы я вновь нашел перенесенную ими функцию или кнопку в другое место, конечно будут гореть в аду за то, что заставляют меня терять время на поиски и новые привыкания. И я не просто так упомянул количество сайтов, которыми пользуюсь. Просто представьте, если каждый из таких сайтов будет менять дизайн каждые даже два года, то получится, что каждые 6-7 дней мне нужно изучать нововведение на каком-нибудь из этих сайтов. Те, кому это нравится, лучше изучите что-нибудь более полезное в жизни, какой-нибудь английский язык, например. А я пришел на эти сайты не для того, чтобы меню постоянно изучать. И конкретный сайт не только мне нужен, если что, а и мы, как пользователи, ему нужны. Надеюсь, YouTube поймет по количеству дизлайков, что народ возмущен. Хотя, скорее всего, им плевать на всех, иначе бы глобальные изменения так часто не вводились. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok